Как говорится, в одном интернет-меме моей, так сказать, юности я этого два года ждал Вот, прям буквально Даже, может быть, и поболее Мы ждали еще на Эхо Москвы А Эхо Москвы-то уж нет два с лишним года А я чуть меньше, но я очень концентрированно ждала Потому что я на этой неделе только ждала Это моя премьерная неделя в шоу, и вот Мне кажется, самый лучший момент вообще выбран для того чтобы нам встретиться И мне кажется, сейчас очень много есть о чем поговорить Классно, этим и займемся, хотя Это Лиза Монеточка, если вдруг кто-то не узнал Зачем лишние представления Но это и так понятно Тем более все написано у нас во всех анонсах Я должен сразу предупредить о большом конфликте интересов Да, и не у вас, Лиза и зрителей Я являюсь, конечно же абсолютно безоговорочным поклонником творчества Лизы Монеточки И мне ужасно нравится И я каждый раз боюсь послушать новую песню или новый альбом Ну, понимаете, да? Ну, потому что думаешь, а вдруг? А, нет! И в этот раз, да И поэтому я просто постараюсь, так сказать, сидеть и исключительно наслаждаться Все на Юлю перекладываю Кстати, говорят, очень взаимно Мы с моим папой почему-то Именно вдвоем Очень часто смотрим ваши эфиры Спасибо И потом обсуждаем Так началось И он все время говорит Лиза, ты слышала? Опять у Плющева при тебя сговорили И там все Он, типа, очень внимательно сидит Давайте передадим ему привет Папа, привет! Папе привет Папе огромный привет вообще Лиза Давайте сразу начнем с нового альбома Давайте И знаете, что я хотела спросить? Я тоже поклонница, но Есть вот такая история Песни все настолько хороши, что иногда дальше первой Долго не уходишь Потому что слушаешь одну ее постоянно А потом, хоп, и переключилась на вторую Блин, спасибо большое Мне очень приятно, что вам понравилось И я, правда, очень старалась И, знаете, много песен не вошло в альбом У меня есть, типа, 3-4 песенки Которые я решила, что, может быть, лучше Оставить на какой-то другой этап На какой-то другой момент Доразмыслить, додумать И очень хотелось Вообще, как-то своих слушателей Немножко поддержать, взбодрить Как-то приобнять маленечко Ну и вообще дать им ощущение, что они не одни все это проживают И там они все, конечно, расплакались Я этого не ожидала Я думала, ну, классный альбом Мы танцуем, мы улыбаемся А вместо этого я увидела очень много видео Классный альбом Мы плачем Ты довольна? Ты этого хотела? Я, конечно, вот именно этого Немножко не ожидала, что Настолько много слез он вызовет у людей И еще по... Хотя я обещал молчать, но тем не менее Я никогда не держу своих обещаний Значит, еще по работе на Эхе Москвы Я знаю, что аудитория у нас Немножечко инертная И не то чтобы консервативная Но инертная Она довольно долго доходит до чего-либо И я больше чем уверен, что большинство Еще даже не успели услышать Новый альбом «Монеточки» Я крайне рекомендую Крайне Даже если вам стиль этот, условно говоря Хотя там их много Но, условно говоря, образ Лизы не очень близок Обязательно послушайте Просто послушайте слова Потому что они умные Они тонкие Они важные И все Они на нашей Они абсолютно на нашей волне Они о том, о чем мы говорим каждый день Здесь Обязательно послушайте Я вот о чем хотел спросить Мы с вами делаем одно и то же дело Как выясняется Приобнимаем Отлично сказано Вот Я все никак не мог сформулировать Приобнимаем Насколько это возможно Вот Мы когда еще бывает Так, значит, это прижмем Вы очень нежно И все мы это делаем отсюда Из эмиграции Ваше решение об эмиграции Давалось вам тяжело? Нет Потребовался нам с Витей Один телефонный разговор Друг с другом Потому что мы были В разных городах Для того, чтобы Принять это решение И до сих пор Мне кажется Оно единственно Логичным И Для того, чтобы делать Конечно Эти все прекрасные вещи Помогать Может благотворительностью Заниматься Ну и в том числе Просто для того Чтобы сохраниться Мне кажется Это очень такой В том числе Для безопасности Правильный шаг И Как мы сейчас Смотрим на то Что происходит с артистами Которые остались Имея, кстати говоря Разные взгляды При этом Я все равно понимаю Что Я бы там точно Не выдержала Не справилась И Может быть И на меня бы Нашлась какая-то управа И меня бы отправили Там выступать На Донбасс Или в Мариуполе Или куда-нибудь еще Поэтому я очень рада Со всех точек С точки зрения И сердцем И умом И конечно же Жду Когда снова У нас будет в Москве Концерт Я уверена Это будет очень скоро Но на сегодня Вот занимаемся Таким важным делом Себя сохраняем Бережем Развиваем Улучшаем Для того Чтобы вернуться Так скажем Втройне В десятерне Увеличившись Да, кстати Об этом тоже Хотелось бы очень поговорить Потому что Мало того, что альбом прекрасный Мало того, что мы слушаем И восхищаемся Постоянно Потому что Потому что Когда у тебя сразу Двое маленьких детей И ты еще альбомы выпускаешь И концерты даешь И по разным городам И благотворительность Ну и вообще Эмигрантская жизнь Тоже имеет свои всякие трудности А уж там Первое время Точно Да Как это все? Ну Вы знаете По крайней мере Во время написания альбома Вокруг нашей семьи Было Очень много Разных нянечек Помощниц Помощниц Дедушек Бабушек Вообще все Наше окружение Нам очень помогало И тем не менее Это было все равно Очень тяжело Просто это было Прямо таки ужасно Это был неприятный период В жизни Особенно последние Три недели Как всегда все делается Именно Ну мы дослушивали Мастеринги Там В день загрузки Альбома То есть все настолько было В последнюю минуту Мы не рассчитывали Что записывать С детьми Альбом будет Настолько тяжелее И конечно в следующий раз Мы будем закладывать Сильно побольше времени На это Но зато мы успели И может быть скоро Мы сможем отдохнуть Когда закончится тур Потом закончатся еще Какие-то дела Что я напридумываю Но это правда Не просто Но зато Какое-то ощущается Бурление жизни Которое Немножко отвлекает От грустных мыслей Которых тоже Только расслабишься Они как лезут мне в голову У меня такой Наверное Способ защиты Лиза Я вообще пришло в голову Что вы сказали Что вам пришлось Трудно В России Вы не смогли бы даже Я вдруг подумал Что это пророчески Было сказано В одной из ваших Первых публичных песен Мама я не зигую Буквально Это правда Знаете Я вот что хотел узнать Просто многие Кто уезжают Они как-то теряют В профессии Ну трудно В эмиграции Из профессии Музыкантам Судя по тому Что и у вас И у Нойза И у Многих других Музыкантов Есть и гастроли И альбомы Выходят Как мы И альбомы Вообще никак не потеряли В качестве А как это выглядит Ну И что меняется С тем Что вы переехали Ну условно говоря Там Легко ли в Литве Найти студию Или она не в Литве Или еще что-нибудь Или вы дома все делаете Или еще что-нибудь Я не знаю Как это выглядит Для уехавшего музыканта Мы записываем дома И в этом кстати Наше преимущество Это позволяет нам Собрать чемоданы В принципе Там несколько мест багажа взять И в любом месте на свете Писать альбомы Но вы правы в том Что на все требуется В несколько раз Больше усилий Мы недавно обсуждали это С друзьями Как раз с музыкантами И по инерции Ты немножко упрощаешь Концерт Уменьшаешь количество Музыкантов на сцене Ну ладно Тут невозможно Визы сделать Тут еще что-то Какие-то проблемы И ты делаешь Все так попроще Попроще альбом Попроще концерты Может быть Вообще там Просто по синтезатору Уже спеть И в какой-то момент Я в этом себя обнаружила Я очень разозлилась И я поговорила Прям с Витей серьезно Давай прекратим это делать Может нам нужно больше будет Давать концертов Или у нас как-то Уменьшится доход Но пожалуйста Давай мы Ну не позволим Вот этим вот Ну там Вот этим Вот этим Ну политикам Которые себя Кем-то возомнили Ну какие-то просто идиоты Давай мы им не будем позволять Мешать нашему творческому пути Мы же о чем-то мечтали У нас была идея Превратиться из вот такого Маленького артиста Вот в такую Классную группу С хорошими музыкантами С крутым концертом Отрепетированным Много лет Постоянно при этом Развивающимся И я попросила Вить Давай мы Не будем впадать Вот в эту сиротскую историю О том Что мы Теперь вот Как бы нам так упростить Наш концерт Чтобы у нас Все влезло в чемодан Чтобы нам Никого не напрягать Чтобы мы могли В чужой стране Нормально работать И мы это Немножко приостановили Немножко себе Так начинаем Сейчас форсировать И несмотря на все трудности И музыкантов Возим на концерт И эти клипы снимаем И ищем всегда Откуда деньги На это выделить Мне не хочется Ну вот так вот Слить все это Свои старания Свои мечты Из-за политики Потому что Это вообще Не самая такая Основная вещь Не ну причем Ну тут У вас здорово получается В этом плане Мало того что Слить из-за политики Вы же не поступаетесь В принципе Обычно те кто говорят Я не хочу сливать мечты Из-за политики Это люди которые идут на компромисс А вы же и на компромисс не идете Тут Другой выбор Я единственное что хотел Давайте для Я уверен Небольшой части наших зрителей И слушателей Поясним про Витю Собственно говоря Витя это муж Да И Витя тот человек Который занимается музыкальной частью Насколько я понимаю Да Я пишу текст Я обычно ему это присылаю Все в виде Диктофонного сообщения Раньше там Под синтезатор Я ему записывала Сейчас вообще иногда раздлинилась Просто там И пахну как Солхан Пахну как Ну вот что-то такое И он уже с этим работает И делает Аранжировку Инструменты Иногда наоборот Сам первый скидывает мне музыку В общем нам приходится Совмещать очень много ролей И родительствуем Мы тоже как бы так Полноценно одинаково То есть одинаковое время Этому уделяем И это конечно непросто Но тоже интересно Я вот предполагаю Что все-таки Ваша лирическая героиня С вами очень совпадает Во всех ваших альбомах Но два года уже В эмиграции И вы И мы Как она меня Поменялась За эти два года Ну я стараюсь Развиваться в том Чтобы Быть более искренней И наверное Развитие в том Что она ко мне все ближе И ближе становится В начале мне казалось Что никому не будет интересно Ну конкретно Мои мысли Чувства И мне казалось Что для того Чтобы написать Хорошую песню Нужно Например Прочитать какую-нибудь Умную книжку Что-то оттуда выяснить Может даже Прочитать какую-нибудь Статью Видеоблог То есть я Старался это извне все Посмотреть какое-нибудь Утреннее шоу Ну да Узнай вообще Что волнует людей Я очень много Читала комменты В интернете Смотрела мемы Брала оттуда Какие-то слова Мысли Идеи И теперь Я все больше Стараюсь Искать внутри себя И как там Любого творческого человека У меня есть Вот этот синдром Самозванца Я от него избавляюсь И понимаю Что и во мне Тоже есть много того Что будет интересно Зрителям Лично для меня Главное развитие в этом Что я все больше Приближаю ее К самой себе Но как со стороны Это смотрится Не знаю Со стороны Это наверное Просто как Другие темы Какие-то Выглядит Но для меня Это именно В увеличении Искрылости Вы сказали Про детей И конечно Невозможно Не спросить Как при всем При этом Управляться Ну то есть Ты мне кажется Чем-то Жертвуешь в такой Ситуации Одним Либо Либо детьми Воспитанием Общением И так далее Либо Значит работой Ну творчеством Как Мне докладывали Мне докладывали Что удается Это невероятным образом Каким-то совмещать Каким Я все это Объединила В одну кучу Я снимаю Тиктоки Вместе с детками Езжу с ними На концертах Упоминаю их В песнях И был небольшой страх Когда я только Родила ребенка И наконец созрел Для того Чтобы снова Писать песни Записывать видео В интернет Что-то делать Публично Ведь для этого Я была Юным подростком И с этой точки зрения Общалась с аудиторией А теперь Я стала мамой И я Немного переживала Не смутит ли их Эта смена образа Я ведь Ну не совсем знаю Как это правильно подавать У меня нет сейчас Специалиста Который бы мне помог Как-то раскрыть себя В этой новой роли Я немножко волновалась И я очень хотела Подружить Свою аудиторию С этим своим новым образом Поэтому начала Очень открыто Про все это рассказывать И они с удовольствием Это приняли И мне кажется Им даже было очень приятно Что я настолько Открыто всем поделилась И в итоге Получилось все это Как-то объединить И я И в песнях Упоминаю Свое материнство И Там Как мне не нравится Менять подгузник Когда это длится Допустим Два года Ты реально каждый день Взаимодействуешь С чьими-то Выделениями Допустим Какими-то Кого ты там Все время Чистишь И Ну я В том числе И такие вещи Рассказываю И Кому-то получилось Все это перемешать Просто в кучу Нет Это правда Потому что Моя дочь подросток Которая к теме Материнства Относилась Совершенно индифферентно Это вообще не ее тема Теперь считает Что Ну материнство норм Вот смотри Приняла Какая классная Нина Как это все Она смотрит Понятное дело Все смотрит Да норм Нормальное материнство Ну пусть она еще Все равно подождет Немножко Большая социальная роль Большая социальная роль Еще и у тик токов Которые вы снимаете Получается Слушайте А я знаете Что хотел еще Спросить Про детей Вы сначала Сказали Что мы Вот вернемся Надеюсь Скоро Там и так далее Очень Хотел бы разделить Ваш оптимизм Но в последнее время Как-то не очень Но Бог с ними С нами Даже С нами С вами нет Вы Так сказать У вас все впереди Вот А дети Вот вы Уже живете Здесь два года Вы видите Как Ну какая здесь Ситуация В том числе И с детьми И что Мир За пределами России Иногда Иногда Гораздо более Приспособлен Для детей Гораздо более Безопасен Для детей И в психическом плане И вообще Просто Вот в плане Физическом Вы хотите Чтобы ваши Дети Вернулись В Россию Где будут Не только дети Участников СВО Ну и сами Собственно говоря Эти участники И так далее Вы хотите Чтобы Петр И Нина Вернулись В Россию Вы знаете Я хочу Чтобы они всегда Были со мной В безопасности И самое главное Со мной И с Витей Спокойными Довольны Чтобы мы были счастливы Чувствовали себя хорошо И я уверена И практика Мне это показывает Что когда родители В порядке Когда они ощущают Себе на своем месте Все эти вещи Драматичные Переезд Новая среда Это все не так важно И мне кажется Что с детьми Можно Хоть вернуться Назад в Россию Хоть на Северный полюс Поехать Хоть еще дальше Может мы В Америку Захотим переехать Я не знаю Как будет развиваться Ситуация И во всем этом Я чувствую Что если мы В порядке То дети Тоже в порядке И мы сможем О любой теме С ними поговорить Все им рассказать Ну конечно Наверное Прям туда В эту СВО Как вы говорите Я бы не хотела Их отправлять Ну собственно Поэтому мы Сейчас там И не живем Но Видите Я думаю Что мы уже Все равно Никогда не сможем Жить Ну такой Обычной Жизнью Грубо говоря Нам все равно Всегда придется Думать о своей безопасности Потому что мы уже Шагнули в эту дорожку Мы уже затронули Какие-то темы Которые Очень сильно Обидели И наверное Задели Людей Которые Придерживаются Других взглядов Я просто думаю Цена этого В том Чтобы всегда До конца Своей жизни Сидеть за своей безопасностью В какой бы ты Стране не жила Потому что Разведка же тоже Хорошо работает Вообще-то По всему миру Сейчас Да И Диверсионные Так сказать Группы Тоже есть Ну вот я думаю Это просто обратно Нравится ваша Вовлеченность В Общественно-политическую Тематику Очень нравится Ну я просто Так чувствую Что это обратная сторона Вот медали Обратная сторона Таких высказываний Которые я делаю Этих песен Что я пишу Ты просто Да в целом Того что У тебя там Несколько миллионов Тик-Токи Подписчиков Это уже тебя Обязывает Следить за безопасностью Для себя Своих детей Принимать Эти меры Где бы ты ни жила Хочу спросить Чуть-чуть Раз это есть Такая вовлеченность В общественно-политическую ситуацию Чуть-чуть О политике Я увидел Вашу песню Услышал вашу песню И увидел Видеоряд Незнакомый Значит В недавнем Политическом Манифесте Максима Катца Вот Я хотел спросить Как вы к этому Относитесь И Понравился ли вам Видеоряд Если вы видели Честно говоря Я еще не видела Но он спрашивал Разрешение О том Чтобы использовать Эту песню Я всегда Охотно Даю свои песни Вообще Всем Я даже не знаю Не могу Наверное Не вспомню Ни одной ситуации Чтобы я кому-то Не разрешила Вы можете Во многих спектаклях Увидеть Там по миру Какую-то мою песню Что-то связанное С русскоязычными Там режиссерами Ну я чувствую Что как артист Я просто в праве Не участвовать В этих конфликтах Скандалах Не принимать Ничью сторону И в целом Для меня Это даже кажется Немного кощунственным В 24 году И вот Может было бы Другое время Я бы по-другому ответила Но в 24 году Я все-таки Считаю Всех людей Которые Так же как я Ненавидят Путина Войну Своими друзьями И я их Буду всегда Хвалить Поддерживать Публично Может быть Где-то там За кулисами Наедине Если мы встретимся С чашкой чая Или там С бокалом вина Мы может быть Поговорим И я что-то могу И посоветовать Если меня спросят Ну поделиться Своими мыслями И такое иногда бывает Но публично Я всех их буду Всегда только хвалить Любить И политиков И блогеров И музыкантов И Зимфиру И Оксимирона И всех-всех-всех Все наши обиды Остались конечно В прошлом И сложное время Вызывает желание Как-то объединиться И друг друга поддержать Как говорится Дайте вот это Цитата Бодрова В сложное время Мы своих не бросаем Помните Сейчас это все же Забрали Зет ребята себе Но мне кажется Мы тоже к себе Это можем применить И я чувствую Что в сложное время Ну не стоит быть Такой мне брезгливой Избирательной И всех людей Которые имеют Такие же взгляды В какой бы стране Они не жили Я сейчас очень поддерживаю И уверена Что со всеми из них Я что-то общее могу найти А так оно и оказывается Всегда Здорово Просто замечательно У вас же Где вас Можно в ближайшее время Будет увидеть Из Так сказать Зарубежья Потому что понятно Что в России Не скоро концерт Ну или скоро Скоро Лиза считает Ну это как Как считать Слово скоро Ну смотрите Вот уже прошло Два года Вообще я не заметила Как это время прошло Такими темпами То я думаю скоро Конечно концерты в Москве Кто-то скажет Такими темпами И жизнь пройдет А мы ее живем Мы ничего не ждем Мы живем здесь и сейчас Так Концерты Значит Буквально Сегодня Ночью Я отправлюсь На концерт В Тбилиси И также у меня будет концерт Боже мой В Белграде В Будве В Стамбуле В Анталье А более того Скажу по секрету Это пока не анонсирован концерт 25 августа Я выступлю в Вильнюсе И я вас очень приглашаю Вау С большим удовольствием А вот я вижу Расписание тура 24 в Риге А я Скажу на концерт Это фестивали В Риге И сразу перееду На концерт В Вильнюсе Удобно Класс Да Я на единственном Кстати выступлении Монеточки На котором я был Это был вот здесь В Вильнюсе Концерт Нойза Где Лиза Пела пару песен Ну это все равно Ванин концерт А на Солевой Все равно сходить Сначала ты просто Ребенка доводишь До концерта И потом его встречаешь А потом начинаешь С ребенком на концерт Сходить Просто понимаешь А я-то почему здесь стою Вообще Я-то почему не там внутри Да кстати я очень сильно Там настаивала Чтобы концерт был Обязательно Никакой не 18 плюс Чтобы вся моя любимая Юная аудитория Вместе с родителями Пришла Вот слушай Мне кто-то написал Из зрителей Что были на концерте Монеточки Монеточку увидела Я пришла с дочкой Типа маленькой Монеточку увидела С дочкой И исключил весь мат Из песен Бывает такое Да Но у меня есть Самоцензура Ну понимаете Это же все добавляет Как бы Кайфа Это все добавляет Момента Мы заменяем Иногда В песне Нимфоманка Собственно слово Нимфоманка Например На слово Обезьянка Я их предупреждаю Мы репетируем Пару раз И все Вот так Кто ребята Обезьянка Такое бывает Кайф Спасибо большое Лиз Спасибо огромное Что за Господи Я думаю Может кто-то торопится Может дети Мне стыдно Вы знаете Когда дети Я ведь только и рада Я это говорю Витя все Я сейчас быстро Я сейчас как можно быстрее Держись Держись И начинаю Очень медленно идти И засиживаться Здорово Слушайте Если есть время Возможности Я бы еще И долго поговорил Потому что Опять же Я-то много слушаю И Так сказать От альбома К альбому слежу Мне казалось Что вы Знаете Многие артисты Идут такой путь Сначала они Заявляют себя Как Условно говорят Человека социального Не знаю Ну на какие-то Злободневные для всех Общественно-политические Может быть темы Там и так далее Вот А потом У них Начинается копание В себе Условно говоря Мне кажется Что у вас Ровно обратный путь Вот Что вы от себя Пошли К Так сказать К Общим проблемам Хотя через себя Безусловно Все Все исключительно Через себя Это так или нет Я что-то не очень поняла Если честно Вот так вот Я понимаю Задумалась немножко Я сам иногда Не очень понимаю Простите Да-да Я говорю Что Бывают артисты Которые Или Их мне кажется Большинство Которые Выскакивают На том Что Они Выскакивают В хорошем смысле Выскакивают На том Что они Затрагивают Какую-то Какую-то Общественно-политическую Такую тематику Особенно Ну в такой Вне попсовой Вне супер попсовой Да Нише Вот А У вас Да И потом Начинают копаться В себе У них Вот такой Уход в себя Значит В свои чувства Мысли Там и так далее У вас Мне кажется Ровно обратный путь Это когда Вы начали с себя И пришли К тому Что Трогает всех Ну видите Я начинала Совсем Юной Мне было Сколько 16-17 лет Когда мы с Витей Делали наши первые песни И Конечно На тот момент Я Не особо Интересовалась Да у меня И времени Не было Погрузиться Как-то В какие-то Общественные вещи Да и вообще Понять Чем живут люди Что их интересует А сейчас Все больше С этим сталкиваюсь Поэтому Для меня Это все равно Как бы Про меня И я стараюсь И специально Я вот в альбоме Не хотела Там петь Допустим Про Шойгу Внезапно Упоминать Фамилии Имена Города Я очень не хотела И моя бабушка Мне говорила Лиза пожалуйста Не лезь в это все Не надо И я правда Не хотела Усугубляться Усугубляться В какие-то подробности Для меня было важно Остаться на общечеловеческом уровне Потому что Я считаю Что это более Как бы И привлекательно И притягательно И это то Что действительно Людям надо И Я себя держала От того Чтобы не превратиться В какого-то там Журналиста Или Просто такую Сумасшедшую Я очень надеюсь Что это получилось Потому что Я думаю Это людям бы помешало Получить удовольствие От альбома Это Правильный ответ На вопрос Я не знаю Какой правильный Какой нет Главное Что он ваш Что он искренний И это здорово Да Значит Тогда еще Лиз Пожалуйста Раз есть у нас время То Мой Так сказать Интерес Когда вы Пишите Вот Когда вы Пишите Такие песни О Времени Которого Вы Например Не очень Знали Ну вот Про 90-е Например Вы Чем руководствуете Это Это Что Это Такое Как бы Опять же Вот Потрясающе Многие песни Монеточки К ним можно Относиться Не знаю Как Ну как Как-то Не серьезно А они Правительские Вот Мы уже Поговорили Про маму Я не зигу А вот Про 90-е Где Все бегали Абсолютно Голые Так сказать Вот И убивали Людей Это же Прямо Буквально К нынешней Дискуссии Было написано Сколько лет назад Сто Вот Много 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 Лет назад Как это Получается Я сейчас Стала вспоминать Шесть лет назад Было написано А в том то и дело Что я там Не жила И я этого Не скрываю В этой песне И Наоборот Эта песня От лица человека Который там Не жил Но с самого детства От всех От родителей От дедушек От бабушек В том числе От моего мужа Он же меня старше Ему сколько лет Тоже Он на 11 лет Меня старше И вот и от него Я тоже Ну да Мы там Меня тут Чуть не подрезали Тут чуть меня не убили Тут меня подкараулили У всех людей Есть эти истории И мне хотелось Написать песню От лица человека Который жил Совсем в другом времени Но он всегда слушает Вот эту страшную Жуткую Сказку От всех И она часто Пересекается Иногда не пересекается Не совпадает И как это все У меня в голове Переваривается И как все это вижу Я как человек Который в том Не жил Ну так я и говорю На концертах Для подводки К этой песне Ребята Иногда так бывает Что песня О нашем прошлом Становится Песнями О нашем будущем И они кричат Девяностые И я начинаю петь Шикарно Спасибо Я как раз воспринимала Эту песню Тоже как совершенно Ирония Да Конечно Это больше О шуме Об этом О разговорах О том Что все рассказывают Как мы все выжили Непонятно Но еще же Это есть любовь И у старшего поколения И думаю У меня тоже Такой будет Вот вы-то понятно Ходите в ботинках В школу Но мы-то босыми До школы Как-то добирались Немножко тебе Вину в упрек В тепличных условиях Спасибо большое Лиз Спасибо огромное Через Несколько секунд Мы продолжаем Спасибо Что к нам зашли Заходите вообще Хорошо Я буду походить Я туда постучусь У нас не страшно Иногда у меня Не доезжаются Ведущие приходить Хорошо Может быть Еще как-нибудь споем Да Я возьму слизатор Вау Кластер Попробуем Папе опять же Будет приятно Хорошо Спасибо большое Спасибо Спасибо Пока